Я уже говорил, что у нас На соревнованиях был финал, на котором прозвучал вопрос про бережливое производство Как мне передали судьи, состоятельного ответа они особо не услышали Поэтому я решил подготовить небольшой доклад о методах и принципах бережливого производства Которое на самом деле применяется во многих аспектах нашей трудовой деятельности Многие вещи, они на самом деле уже внедрены и используются нами как привычные в составах каких-то других техник Но изначально это все берет корни из данного комплекса мер И оттуда потихоньку это уже все входит в разные другие техники производства, как бы их ни называли Сейчас я их перечислю, вы поймете, что многие из этого вы, возможно, слышали Может и не слышали, тогда услышите И как минимум вы будете готовы в случае чего отвечать на эти вопросы Понимать, что это такое, знать, куда посмотреть Вот Так, открываю презентажку Опять заставочка Поехали Бережливое производство Ну понятно Уже анонсировал Вот Я могу сказать, что я не прям гигантский специалист по организации производства Именно по данным всяким методикам Тем не менее, как инженер, который работает непосредственно в плотном контакте с производством у себя на работе Мне многие из этих методик как бы близки Вот И некоторые из них я даже лично использовал Вот Но в любом случае мне есть чем поделиться Поскольку было сообщение, что вот Здесь с этим проблема Само бережливое производство по-английски звучит как lean production То есть Lean это у нас Тощий, худой На самом деле это означает, что производство, в котором нет ничего лишнего Это основная идея Комплекс этих техник и мер Он взял свое начало В Японии Как в стране, где это впервые вводилось Поэтому вас ждет много веселых японских названий Вот Это не связано с любителями аниме и так далее Но вы заметите, что это за название Тем не менее Вообще, в принципе, концепция научной организации производства и труда Она впервые начала зарождаться на Западе И всегда, когда спрашивают, с чего все началось Кто там главный затейник Называют вот этого человека Фредерик Уинслов Тейлор Который, в принципе, выдвинул несколько базовых положений Начал изучать научно-труд и организацию производства Мне кажется, так ставите, все заслонено И основной тезис, который можно вынести из его работы То, что любой процесс можно проанализировать Систематизировать И передать в процессе обучения Это означает, что Главный вывод, если у вас какой-то человек говорит Не может передать свою работу Кому-то другому Значит, он не дорабатывает в плане производства То есть он должен разложить свой труд Неважно, информационный, интеллектуальный Или же непосредственно руками, когда работает Можно разложить на некоторые базовые операции Каждую проанализировать, оптимизировать И передать в процессе обучения То есть тезис в том, что нет какой-то мистической такой квалификации Которую нельзя передать кому-то еще Если какой-то навык нельзя передать кому-то еще Значит, он недостаточно разбит на составляющей Недостаточно проанализирован Неожиданная отсылка Работу Тейлора достаточно высоко оценивал Владимир Ленин Несмотря на то, что он говорил, что это Идеальное средство для выжимания пота и труда из работников Он говорил, что тем не менее Научную основу это надо использовать в организации труда Вопрос с какими целями Следующее имя, которое здесь должно появиться Это Сакеда Тойода Основатель Тойоты Создатель принципа Дзидока И в принципе принципа автономизации в производстве Опечатка, забыл букву И Автор правила 5 почему Там в конце я расскажу, что это за правило На самом деле Немножко такое Может быть несвойственное нам Вот эти все названия 5 почему, 8 зачем, 6 оснований Вот здесь много будет таких названий Под ними кроются, на самом деле, зачастую Достаточно очевидные принципы Но если случайно вы попадете в компанию Где будут оперировать этими терминами Будет неплохо, если вы будете понимать О чем вам говорят Я в Ниссане когда работал Кстати, очень много там сделано по этой концепции Потому что японская фирма Поначалу куча аббревиатур Ничего не понятно было Создавало много проблем Генри Форд однозначно Здесь появляется Первая модель производственного потока В принципе унификация и стандартизация Дальше Семейная чета Гилберт Которые изучали труд Они ввели принцип микрохронометража Это когда технолог физически Для описания процесса Ходит с секундомером И замеряет время производственных операций Для дальнейшего внесения Это все в модель производственного потока И достаточно большой вклад Внес Алексей Капитанович Гастев Руководитель Центрального института труда Ну, как бы В Советском Союзе Достаточно много внимания уделялось Именно труду рабочих Пытались его как-то оптимизировать Где-то успешно, где-то нет Какие-то принципы, кстати Которые применялись в Советском Союзе Отлично перекликаются С бережливым производством Какие-то нет Это все зависит от модели экономики Достаточно сильно Гастев в свое время Сформулировал, кстати 16 правил Организации труда Которые я хочу здесь привести Потому что они непосредственно Прямо сейчас вам могут помочь В плане того, как организовывать свою работу Ну, некоторые из них, конечно, не подходят для формулы студент Все это относится к производству Тем не менее Первое его правило Сначала продумать всю работу досконально Составить план Обязательно приготовить Весь нужный инструмент И приспособление Чтобы в процессе того Когда вам нужно уже детали сваривать Вы там уже их отрезали Зачистили А потом побежали за Какими-нибудь прижимами И так далее Чтобы опереть, зажать Это все неправильно Прибежали, сделали операцию Побежали за новыми приспособлениями Нет, сначала нужно Желательно прям по ведомости Скомплектовать все, что вам нужно Рабочее место должно быть чистое Это понятно Инструмент располагать в строгом порядке То есть, чтобы вы Вот у вас не навали на кучу ключей И вы там ищете Чтобы у вас все в рядок И вы быстро находили На самом деле, очевидные вещи Достаточно, кажется Вот когда их читаешь Но, тем не менее Почему-то происходит у команд зачастую не так Да и на самом деле Не только у команд На производстве такое часто бывает Значит, при работе Удобное положение тела Наблюдать за своим положением По возможности садиться Если стоишь Стоять устойчиво Не на одной ноге Там как-нибудь Тоже, казалось бы, очевидная вещь Но иногда бывает Что люди торопятся И начинают там Стоя на весу Там как-нибудь Там лег на стол Кверх ногами варишь Там что-то Это все приводит к тому Что качество производства падает Не говоря уже о том Что может быть опасно Так Ну, такой пункт Не берите за работу Круто Входи в работу Из-под воли Это просто банально Про людей Которые сначала Резко чем-то увлекаются Потом устают То есть Сразу там Бегает Создает много суеты А дальше Не хватает Сначала плавненько Продумал все И пошел По плану Выполнения Производственных работ Вот Если какая-то Сложная работа Тут я немножко Перефразирую Сначала нужно Что-то попробовать То есть Грубо говоря Если вам нужно Сварить тонкостенную Конструкцию Там топливный бак Допустим Он у вас алюминиевый Варить сложно Он тонкостенный Потренируйтесь Потренируйтесь Прямо непосредственно Перед тем как это делать То есть Тестовый шов Наложили где-нибудь На детальках Посмотрели Ага все нормально Там горелка Работает хорошо Аргон идет Уверенно Искра надежная Все переключились Варим А они начали Сразу делать деталь Потом поняли Что у вас Оказывается там Из горелки Аргон не додувает И шов получается Дырявый Не работать До полной усталости Ну это мне кажется В формуле студент Очень тяжело Конечно В основном из-за сроков Но тем не менее Когда Наступает какой-то момент Когда работать дальше Уже опасно Потом придется утром Переделывать И выигрыша во времени Не будет То есть в какой-то момент Надо все-таки остановиться Значит Во время работы Не пить Не есть Не курить Делать это в перерывы Казалось бы Очевидно Но Не очевидно Часто люди Где работать Там же у него лежит Бутерброд На который там Какая-нибудь стружка летит Грязными руками Сохватил Поел Потом С какой-нибудь дизентерии Попал в больницу Ну и в принципе Ссор Крязь Вот это все Не способствует Приему пищи И наоборот Тоже наличие пищи На рабочем месте Не способствует Работе Не надо Отрываться в работе Для другого дела Ну понятно Сосредоточились На чем-то дел Работать ровно То есть Планировать Равномерную загрузку Рабочего дня Если работа не идет Надо сделать перерыв Успокоиться И снова за работу Пример с тем же Сварным швом Если что-то не получается Остановились Подумали Почему не получается Если надо Потренировались И опять Принялись за работу Переделывать тот же Топленный бак Будет дороже Чем чуть-чуть Содержаться Так Полезно В случае неудачи Работу прервать Навести порядок Приврать рабочее место Это кстати Такой момент Больше с психологией Если что-то не получается Просто для того Чтобы упорядочить Ваши мысли Надо немножко Отвлечься Именно на уборку Как ни странно Есть психологические исследования То что уборка На рабочем месте Способствует Систематизации мыслей Вы плавненько Подмелись Разложили инструмент У вас зачастую В голове все Начинает раскладываться Такое есть На самом деле Кстати этот пункт Я вообще регулярно Использую на работе Если что-то Происходит не так Можно притормозить Чуть-чуть Отвлечься на уборку И продолживать Работается легче При удачном Выполнении работы Не старайся ее показывать Лучше потерпи Ну это Как бы Понятно что Не надо Бегать Всем тыкать в нос Что я все сделал Давайте дальше Быстрее Там Я молодец В случае полной Неудачи Легче Смотри на дело Попробуй Сдержать себя И снова Начать работу Ну это просто Проэмоциональное состояние Если у вас шов На топливном баке Не получился Не надо Сразу его уничтожать В порыве гнила Вот Может быть Можно все еще Исправить Завершили работу Прибрались Все вычистили То есть Уборка Рабочего места Вполне понятно Кстати вот Хороший пример Вчера Когда мы тут разошли Ребята из Таляти Здесь все подмели Убрали И утром Мы уже пришли В чистую аудиторию Хороший пример Дальше Продолжаем По бережливому производству Чуть-чуть Я ускорюсь Значит В 1986 году Когда американцы Озаботились тем А почему же Японские производители Начинают высаживать Американских производителей С их родного рынка В MIT Это Массачусетский Технологический университет Коллектив авторов Запустил Большую программу По изучению Вообще Автомобильного производства Они там побывали Чуть ли не на 80 заводах По всему миру И В этой книге Впервые Появилась В общем-то Термин Вот этот Линпродакшн Его ввел туда Один из авторов Джон Крафчик Вот В саму систему Бережливого производства Они Подсмотрели На заводах Тойоты В первую очередь Хотя это Тогда уже применялось На многих Зарубежных предприятиях И Одним из Ключевых Персонажей Который вводил Эту систему Был Таити Оно Собственно сказать Это автор концепции Бережливого производства Можно найти Прямо его книги Вот Задний ряд спит Походу Переходим Ладно От такого введения К тому же Что же Включает в себя Бережливое производство В первую очередь Чтобы понять На что направлена Концепция Вот эта Надо ввести Определение ценности Данное определение На самом деле Оно такое Оно вводится В контексте Бережливого производства То есть это не Не строгое определение Там Экономического Учебника Ценность Это полезность Продукта С точки зрения Потребителя Набор Тех характеристик За которые Потребитель Готов платить Названную цену С точки зрения Там Экономики По Марксу Это потребительская стоимость То есть то Насколько ваш товар Вообще нужен потребителю И вот эта нужда Она выражается В неком стоимостном Эквиваленте Это никак не связано С себестоимостью Производства Вот То есть определяется Без оглядки На доступные Технологии И Исходя из Определения ценности Уже все работы На предприятии Начинают Классифицироваться Основно И вот появляется Значимая работа В производстве Это та Которая создает Ценность Едем дальше Производственный процесс Как только мы Ввели понятие Ценности Он распадается На значимую работу Незначимую работу И тут появляется Первое Удивительное Японское слово Муда Первого рода Работа Непосредственно Не создающая ценности Но на текущем Состоянии Производства Необходимая Блин Опять у меня Опечатка в тексте То есть Это то Что По хорошему Не создает ценности Для потребителя Но вам необходимо Например Заточка сверел Ну не можете Вы без этого Обойтись Нет у вас Вагона сверел То есть По хорошему Заточка сверел Непосредственно Не создает ценности Может быть Техпроцесс Можно изменить Так можно поменять Режимы обработки Чтобы сверла Меньше тупились Либо в принципе Исключить как-то Эту операцию Изменить конструкцию Но На данном При данной Технической реализации Объекта Вам нужно сверлить Много Сверла тупится Вот и все Ну или банально Пример Если много сверлить Толстостенный углепластик То сверла Реально будут Тупиться очень быстро Углепластик твердый И плохо сверлится Если в этом месте Будет алюминиевая Закладная Если это не ухудшает Другие качества То сверлить алюминий Достаточно просто В производстве Это приведет К неплохой экономии Ну Надо посмотреть Что за закладная Там Тут уже нюансы И потери Муда Второго рода Японское слово Опять Любое действие Потребляющее ресурсы Но не создающее ценности То есть Это когда вам нужно Что-то перенести То есть У вас нерационально Производство сделано Вот Там дальше Можно все Классифицировать И мы сейчас Посмотрим Как Как это Классифицировали Так сказать Классики Бережливого Производства Ну на производстве Вообще очень часто Бывает Что ты Что-то делаешь И понимаешь Какая-то муда Происходит Вообще Это оно прям Интуитивно понятно Когда что-то идет не так Поток Поток создания ценности Это некая Визуализация Потока Такая Которая Представляет собой Все технологические Операции С указанием Времени И их типа Самое важное То что В этом потоке Надо выделять Операции Которые создают Ценность И которые Относятся К вот этой Категории Потери Дальше Все классифицируется Смотрится Время Общие Ценные Потери Что тут сказать Если вы услышите Название Концепции 3M То Знаете Что это Некая Концепция Классификации Потерь В производстве Потери могут Возникать Из-за Неравномерности Загрузки То есть Когда у вас Один отдел Загружен Очень сильно Другой Загружен Не сильно Два человечка Один несет Много Другой Мало Это Приводит К нерациональному Производству Которое В сумме С точки зрения Детали Приводит К потере Мури Перегрузка Когда Один отдел Или Человек Работник Перегружен А другие Прохлаждаются Один человек Он держит Все производство Сам устает Делает Брак И в сумме Это все Создает Вот эти Вот потери Непосредственно Более детальную Классификацию Предлагал Тайте Он У себя На Тойоте Первый вид Потерь Это потери Из-за Перепроизводства Понятное дело Что перепроизводство Это значит Мы сделали Продукцию Столько Сколько Мы не можем Реализовать То есть Лишняя продукция Она не имеет Ценности Для потребителя Она ему не нужна Зачем Человеку Там Пять Одинаковых Фотоаппаратов Вот Если бы это были Разные Фотоаппараты Они возможно Для разных ситуаций Мы бы пригодились Но в жизни Пять фотоаппаратов Там Один он положил Дома, другой допустим На работе Ему лень таскать Куда еще Три деть Непонятно Потребительская ценность Их падает А себестоимость У фотоаппаратов Одинаковая Ну Из этого Кстати следует Еще куча других Потерь Которые Сейчас дальше увидим Излишние запасы Следует Из первого В том числе Приводит к тому Что у вас Ну у вас на складе Дофига всего лежит Это приводит к тому Что у вас Какая-то продукция Начинает морально устаревать То есть она Телефон Если будет год ждать Продажи Со склада Там уже выйдут Новые модели У конкурентов Хранение на складе В любом случае Может приводить К повреждению Готовых изделий Потому что Как вы Не страхуетесь Шанс того Что какой-нибудь Складской работник Уронит палет Он есть То что будет нарушена Упаковка Тоже есть Это периодически происходит Мы в магазинах Периодически видим Скидочные продукты С какими-нибудь Огрехами В упаковке Там Ну это все Части связано С хранением Затраты на транспортировку И хранение Большие запасы Дорого возить Задержки Ну понятно Большие запасы Дорого разгребать Сложность выявления Таких проблем Как несбалансированность Производства Задержка поставок Дефекты Простой оборудование Длительная переналадка В чем тут суть Суть в том Что Когда у вас идет Производство Если у вас Нет сквозного УТК Для каждой детали По полной То есть А на самом деле В серийном производстве Многие детали То есть Полностью контролируется Какой-то процент От партии А остальное идет По упрощенке Всегда Если там Есть тот Дефект Который упрощенный УТК Не вылавливает Эти детали Они будут лежать На складе Еще год Прежде чем Пойдет к потребителю И потребитель Увидит Что у вас там Скрытые трещины Например В материале Ну то есть Он увидит Когда у него Детали развалятся А вы об этом Узнаете Только через год Потому что У вас партия Лежала год И за этот год Вы наделали Целую кучу Таких деталей И так вот По всем пунктам То есть Если подумать То Пока детали Лежат У вас нет Обратной связи От их Реализации Излишняя транспортировка Следует Из предыдущих Двух Излишние Перемещения Тут имеется Ввиду Перемещение Человека То есть Если у вас Работа Организована так Что человеку Постоянно нужно Куда-то ходить Вокруг него Нет инструмента Либо склады Расположены так Что ему Постоянно Надо туда Сюда Перемещаться Излишняя Обработка Излишняя Обработка Может Происходить Из-за Низкого Качества Инструмента Вы теряете Время На этом А время Оно на самом деле Стоит достаточно дорого Потому что С точки зрения Производства Время Это загрузка Оборудования Это загрузка Человека Фонд оплаты Труда Он достаточно Большой процент Занимает Из всех Производственных Затрат Непродуманные Конструктивные Решения То есть Могут приводить К излишней Обработке Завышенные Требования По качеству То есть Если у вас Есть какая-то Деталь Не надо Шлифовать Ее всю Со всех сторон Надо шлифовать Только там Места под подшипники Ну условно говоря То есть Надо понимать В каких условиях Работает деталь И прям конкретно На чертеже По нужным поверхностям Принципиально Ставить Допуски И посадки Остальные Делать По общему Какому-то Квалитету По 12 Например Или даже По 14 Если вас Вообще Не волнует Что там Происходит Тут кстати Еще есть Такой нюанс Который С производства Идет То что На чертеже По хорошему Допуски И посадки Должны быть Те которые Вам принципиальны И те которые Вы сможете Проконтролировать Потому что Смысл Ставить там Допуск На параллельность На какие-нибудь Поверхности Если вы Физически Эти поверхности Расположены так Что вы не можете Измерительным инструментом Их проверить Это просто Создаст проблемы Для производства Они будут думать Как тут выставиться То все Вместо того Чтобы просто Отфрезеровать детали Отдать вам То есть Вы все равно Не проверите Это Соответственно Конструкция Должна позволять Все принципиальные Поверхности Проверить То есть В том числе Иногда В некоторых деталях Приходится делать И Некоторые Конструктивные элементы Просто для того Чтобы была возможность Проверить Чтобы подлезть Измерительным инструментом Еще что-нибудь Вот Брак Ну брак Понятно Брак Однозначные потери Что мы не листаем Ожидание Значит Ожидание Это когда Ну Оно происходит Из-за неравномерности Загрузки Когда какие-то Части вашего производства Ждут Заготовок Грубо говоря Могут возникать Из-за Задержек Поставок Неравномерность Рабочих операций Простое оборудование То есть Из-за Нерациональной Организации Либо поломки Незанятость При работе Автоматического Оборудования Тут имеется ввиду Незанятость Человека То есть По-хорошему Если вы прям Хотите Оптимизировать Производство Человек Который Там Работает С автоматическим Оборудованием Когда он там Работает Хорошо Он вообще Ничем не занят В этот момент Возможно На него Можно Поставить Он может Выполнять Некоторые Другие Операции Которые Соответствуют Его профилю Деятельности Но при этом Могут Совмещаться То есть Например Вот у нас На производстве Операторы ЧПУ станков Когда станок Работает И все нормально То есть Они написали Запустили Программу Отладились Выставились Станок Работает В это время Они занимаются Слесарной доводкой Деталей Потому что На деталях Остается Заусенцы Могут оставаться Не снятые Вот он Партию Ему станок Со станка Снял Запустил Станок В это время Там убирает Заусенцы Доводит Делает Базовую Проверку Деталей Потому что Прежде чем Отправить Это все В отдел АТК Ему самому Неплохо Понять А не гонит Ли он брак Вот Ну а Нереализация Человеческого Потенциала Это Тут написано Семь видов Потерь Это восьмой Вид Который Я решил Вынести Очень важный Момент Если у вас Человек Там Офигенный Математик Аэродинамик И так далее Ну наверное Не стоит Его ставить На Просто На Закручивание Каек То есть Это будут Потери У вас есть Очень ценный Кругу говоря Инструмент Так немножко Механистически Оценю Но все это Приводит К таким Нерациональному Использованию Дальше Картирование Потока Создания Ценностей Картирование Имеется ввиду Описание Чтобы мы Что-то Анализировали Это надо Описать В голове Можно анализировать Сколько угодно Но передать Вы можете Только в каком-то Формализованном Виде На каком-то Материальном Носителе Значит Главный Тезис При оптимизации Любых потоков Это приоритет Глобальной эффективности Над локальной То есть нам не так важно Сколько конкретный Цех выдает Продукция Нам важно Чтобы Готовая Законченная Продукция Шла максимально Эффективно К потребителю Задача Визуализация Визуализация Всего процесса Ну это Задача Картирования Вот этого Стандартизация Подхода По описанию Всех процессов Потому что Когда у вас Есть принципиально Разные Технологические Операции Иногда вообще Непонятно Как их описывать Чтобы Там Какой-нибудь Плановый Экономический Отдел Мог в этом Описании Разобраться Фиксация Всех потерь Информационная Прозрачность Для всех Участников Но опять-таки Там где Стандартизация Там Очень легко Разбираться Вновь Прибывшему Человеку То есть Он Посмотрел Стандарт Ага Понятно Как описывается Идем дальше Есть разные Типы Диаграмм Их Множество Просто Множество Я просто Две Для примера Взял Картирование По методу Джорджа Шука Которую Показывает Информационный Материальный Поток Это вот такая Диаграмма Красочная То есть Картирование Это не Не стоит путать Это с Технологическим Описанием процесса Который у нас В ЕСТД Описано Это немножко Другое Это более Наглядно Это то Что нужно Управленческому Персоналу И вот тут Сверху Ставятся Информационные Потоки Внизу Идет Весь Технологический Процесс Описан С некоторыми Операциями Время Количество Персонала Задействовано Время На переналадку То есть Тут могут Быть Разные Категории Треугольнички Это время Ожидания На складе И так далее И внизу Временная шкала Которая помогает Это все подсчитать Это просто пример На самом деле В интернете Вы найдете Много разных вариаций Поэтому именно В содержательную часть Можно примерно Не вчитываться Но выглядит Примерно так Вот исходя Из такой диаграммы Во-первых Очень наглядно Понятно Как движется информация Вы можете понять Где у вас Какой-то затык С точки зрения информации И где у вас затык По производству По времени Если смотрите То есть Уже можно Что-то с этим делать Оптимизировать В технике Макигами Японцы очень любят Вот такие Диаграммы Где сотрудники Или подразделения Действия И вот такая диаграмма Спускается Она может так идти Может тут куча Дополнительных символов Я когда в Ниссане Работал Там когда Я видел диаграмму Для вывода Новой модели От стадии прототипа До производства Там вот эта таблица Оттуда она В таком масштабе Она закончилась Где-то там У окна Дальнего На углу корпуса Гигантские они такие Вот Но это уже Даже перебор Потому что уже В самой таблице Начинаешь путаться Которая должна Вроде как облегчать Все Но кто с этим Работает Они постоянно Они легче Это воспринимают Тут в основном Есть только Материальный поток То есть Какие конкретно Действия совершают Те подразделения И самое главное Здесь опять Это классификация Времени На то Которое создает Ценность И на потери Потому что Вся суть этих методов Определить Размер Процент потерь И на каких операциях Они происходят Потому что после этого Уже можно понимать Что с этим дальше делать Виды карт потока Прошлого состояния Текущего состояния Будущего целевого Долгосрочные перспективы То есть По хорошему Вот здесь Обязательно Это текущего состояния Что мы оптимизируем Потом Можно подумать А как это все будет выглядеть В оптимизированном виде Это можно По хорошему В крупных организациях Это нужно будет оформить Чтобы согласовать с директором Потому что Сказать просто Мы тут сейчас Эту операцию улучшим Директор скажет Блин Что-то я не понимаю Как это поможет Всему процессу А вы ему Карту потока Опачки Смотрите И там видно Что сквозное улучшение Идет дальше Потому что На самом деле Улучшение одной операции Не всегда приводит К улучшению Всего потока Потому что Например Вы время транспортировки В одном месте Улучшили Вроде бы Суммарное время Потерь Должно уменьшиться Но Из этой диаграммы Может оказаться так Что на самом деле Вы здесь Меньше ждете Ждете дальше там Потому что Пропускная способность Следующего пункта Там обработки Она низкая Ну и долгосрочная перспектива Понятно Идеальное состояние Это то К чему мы стремимся Так Принципы построения карты Но коэффициент Эффективности Упланирования заказа Сейчас не так важно Нам Принцип построения карты Это Вот когда У вас будет такая задача Собирать данные самостоятельно Двигаться вдоль потока Создания материальных ценностей То есть пооперационно Исследовать Не просто ходить туда-сюда По цехам Начинать с конца С отгрузки Использовать свой секундомер Ну тут имеется ввиду В принципе Самостоятельно все мерить Не делегировать это никому Потому что Бывают нюансы Когда вы что-то кому-то делегировали А потом вы еще будете разбираться А как человек мерил То есть С какого момента До какого он там Замерял время А что он включил в одну категорию Что в другую Когда вы это контролируете сами Вы сами строите дальше карту И понимаете Вы можете с этой картой работать Вот Ну понятно Что если вы менеджер Верхнего звена Вы просто не сможете По большому предприятию Это делать Может быть сами Но иногда придется И дальше мы переходим к тому Как оптимизировать Вообще поток Есть Выделяют Несколько базовых методов Перебалансировка Имеется ввиду Если у вас неравномерная загрузка участков Вы начинаете думать Как бы вам поменять операции так Чтобы ваши производственные участки Работники были загружены равномерно Непрерывный поток Сейчас я там чуть попозже скажу про это Вытягивающее производство Принцип супермаркета Обработка мелкими партиями Быстрая переналадка Все это приводит к так называемому Бережливому потоку Это цель То есть бережливый поток В концепции бережливого производства Это тот поток создания ценностей Который сквозной То есть от получения заготовок До выхода продукции Осуществляется в кратчайшие сроки С минимальными затратами И обеспечивает качество продукции Необходимое Перебалансировка Ну тут понятно что Смотрим количество доступного времени И количество продукции Которое мы за это время Должны выдать потребителю И исходя из этого Можно уже понять Что какие-то возможно Такты у нас перегружены То есть когда доступное время такта Вот этого выполнения операции Оно слишком маленькое А какое-то слишком большое То есть какая-то операция Выполняется долго А продукции должна выдать мало Ну такт Производственный цикл И наоборот Выравниваем Мы это перерасправляем Функции сотрудников Методами 5С Они дальше тоже будут Принцип автоматизации Вот То есть вот тут пример я привел Если мы посмотрели На диаграмму состояния Самый длинный процесс Меньше времени такта То есть например Самая длинная обработка У нас Занимает Самая длинная технологическая операция Занимает времени меньше Чем то время За которое мы должны Этот объект Который мы обрабатываем Выдать потребителю Это означает то Что смысла оптимизировать Именно эту операцию Нет Этот участок Получает заготовки И выдает столько продукции Сколько нужно В любом случае Несмотря на то Что он самый длинный Возможно В этом случае Стоит тогда Оптимизировать производство Тем что Объединить более короткие Операции В один какой-то участок Сократив Затраты на транспортировку Сократив Количество работников Нам конечно не нравится Когда мы сокращаем работников Это неправильно С точки зрения работника Но с точки зрения производства Это помогает Действительно оптимизировать Все это Тем самым У нас все должно быть выровнено Непрерывный поток Это в общем-то Перебалансировка Плюс метод 5С О котором чуть позже Вытягивающее производство Бывает Скажем так Выталкивающее производство Это когда каждый цех Старается вытолкнуть Из себя как можно больше продукции А бывает Вытягивающее Это когда Каждый цех выпускает продукцию В тех объемах Который готов принять следующий цех То есть нет смысла создавать Какой-то участок Который будет гнать По 100 заготовок в день Если на следующих операциях Вы не готовы Эти 100 заготовок обработать У вас тогда Придется периодически останавливать Выскопроизводительный цех И он будет простаивать Либо где-то накопить Гигантские складские запасы С которыми потом непонятно что делать Косвенный плюс То что создание вытягивающего производства Создает эффективную коммуникацию Между отделами Потому что отделам приходится общаться А сколько следующий отдел готов обработать И так до самого выхода детали Вплоть до того А сколько склад готов принять Продукция Принцип супермаркета Это когда между операциями На производстве Формируется фиксированный уровень остатков То есть нет смысла На какой-то операции Вот такой здоровенный склад держать Вы знаете что Перед следующей операцией Неплохо бы иметь Запас 5 штук Просто потому что Бывают Например у вас есть риск Перебоев В поставках И небольшой запас нужен Чтобы обеспечить непрерывность производства Вот 5 штучек Вы определили минимально необходимый запас Вы его держите Следующее производство Оттуда взяло Сколько оно может обработать Предыдущее производство положило В этот запас Столько сколько взяло Следующее Так Ну обработка мелкими партиями Я ничего не писал Это понятно То есть Там дальше Исходя из принципа Быстрой переналадки И там дальнейших Некоторых методов Поймете зачем это нужно Опять таки Это конечно зависит От характеристики потребителя То есть понятно Если потребителю требуется много То надо много обрабатывать Суть в том Что обработка мелкими партиями Если ассортимент Который требует потребителя Он разнообразный То ваше производство Должно быть готово Мелкими партиями Выпускать Разные типы ассортимента И быстро переналаживаться Между ними Так Цикл Деминга-Шухарта Чтобы производство поддерживать В постоянной такой бодрости Нужно его постоянно развивать Если что-то не развивается Оно начинает стагнировать Это я вот у себя на производстве Это видел То есть участок На котором Не идет контроль И какие-то улучшения Он начинает потихоньку Скажем так Замедляться И тут Ну Есть такой эффект Начинаются Появляются Вредные привычки У работников То что А что мне соблюдать полностью Процедуры Я всю жизнь так делал Мы ничего не меняем Вот я поэтому ключ брошу здесь Не буду на место убирать Потому что я завтра приду Буду здесь валяться В итоге ключ валяется Кто-то прошел Там другой еще идет О ключ лежит Взял Мне как раз нужен был ключ Ушел Человек пришел Говорит ключа нет Вот То есть Постоянно надо что-то менять Что-то развивать Это помогает Работников поддерживать В таком состоянии Скажем так Бодром И этот цикл Включает в себя Четыре этапа Действие План Выполнение действия Проверка Постоянное улучшение Тут без разницы С какого пункта начинать Потому что это Постоянный цикл Который Реализует Вот этот Следующий принцип Это целенаправное И планомерное Тестирование гипотез Гипотез Имеется ввиду Каких-то гипотез Которые Помогут улучшить Ваше производство То есть Давайте попробуем Использовать новую оснастку Давайте попробуем Выбрали тестовый участок Использовали Вот Есть второй принцип Это стимул реакции То есть у вас что-то стало плохо Вы начали там улучшать Но это как бы Реактивный принцип Он всегда запаздывает То есть у вас улучшения Всегда запаздывают Сначала у вас появляется проблема Потом ее решение Не всегда это полезно И это вот такая визуализация Как должен работать этот цикл То есть мы вот это колесо Катим наверх Каждый оборот Это новое улучшение какое-то Чтобы колесо не скатывалось назад Мы Выгодные нам Хорошие Хорошо отработавшие улучшения Фиксируем В стандартах предприятия Вот План Фиксируем Из чего состоит планирование Фиксация проблемы Оцифровка проблемы Ну это я для краткости Я так написал Имеется ввиду Количественная оценка проблемы Насколько эта проблема Портит вам всю картину Диагностика корневых причин Возможные варианты решения Составление плана действий Дальше переходим к стадии реализации Это выполнение всего этого С контролем сроков и результатов Проверяем Если какие-то отклонения От плана вот этого Смотрим Диагностируем причины Анализ Проводим Оценку результатов Переходим дальше К действию То есть к внесению Гипотезы Которая улучшает Ваше производство В стандарты предприятия Фиксируем это И методы Дальше мы переходим К большому набору методов Которые помогают Улучшать ваше производство Этих методов Их реально очень много Я приведу несколько И начну я с вот этой штуки Вот это диаграмма Исикавы Она же называется Рыбья кость Потому что у нас условно Есть хребет И к нему вот так вот Стрелочки подходят С этой штукой У меня лично такая вот История случилась Что я когда Скажем так Повышал свою квалификацию Слушал про бережливое производство Смотрю такой метод Исикавы И смотрю Опачки Знакомая диаграмма А нам оказывается Ее в институте давали На теорию обеспечения Надежности технических систем Только никто не сказал Что это диаграмма Исикавы И так со многими методами На самом деле Так вот слушаешь Думаешь Диаграмма Исикава Что это такое Оказывается это то Что вам давали в университете То что возможно вам Показалось очень скучным Оказывается Используется в производстве Ну диаграмма Нужна просто для визуализации Потому что когда вы будете Сидеть на каком-то совещании Надо все визуализировать Зачастую люди То что не визуализировано Понимают по-разному Вы о чем-то поговорили Через два дня Проверьтесь Соберетесь Вы сложные вопросы Будете по-разному оценивать Какие-то Но суть в том Что здесь вот У нас грубо говоря Есть некий срыв проекта К которому что-то привело Дальше идет классификация По некоторым группам Это скажем так Менеджмент Или управление Персонал Внешняя среда Сырье И потребитель И дальше По этим категориям Вы садитесь И начинаете оценивать С точки зрения потребителя Что могло Привести к срыву проекта Ну потребителю Может быть не нужен ваш проект Проект сорвался Рисуем сюда стрелочку Продукт не пользуется спросом Сырье Срыв поставок Низкое качество сырья Внешняя среда Задержки с лицензией Инфляция Какая-нибудь Закон какой-нибудь вышел Который вам мешает В формуле студент Внешняя среда Вообще очень много портит Часто С закупками проблемы какие-то Персонал Менеджмент Все это вот так оценивается В некоторых типах производства Или в некоторых компаниях Сюда могут добавлять Дополнительные Вот эти основные Факторы В зависимости от того Что за процесс То есть это не какая-то догма Это все должны быть Живые инструменты Следующий метод Это матрица Приоритизации проблем Она же матрица Эйзенхауэра Обычно ее используют В методиках Тайм-менеджмента Но тут она тоже работает В плане производства То есть мы делаем Такую матрицу Где ставим строку Дешево-дорого Столбцы быстро-долго Быстро-долго И мы какие-то наши проблемы Которые требуют решения Раскидываем По вот этим вот Квадратикам Понятно то, что Дешево и быстро Мы можем решить В первую очередь Дешево-долго Мы можем решить Потому что у нас Зачастую ограничения По финансам Более жестко Чем по времени Время это наш внутренний ресурс Мы можем как-то его там Компенсировать Финансы Ну сложнее Хотя тоже можно Дорого-быстро Категории B и C Они между собой конкурируют За что в первую очередь браться За B или за C Но Тут вопрос Дорого и долго Это категория D С ней надо вообще По-другому работать Тут надо оценивать Оценивать уже Вклад Каждой конкретной проблемы Может быть ситуация Когда конечно Надо решать Вот эту категорию Дорого и долго Но если мы понимаем Что это дорого и долго Возможно надо привлекать Какие-то внешние ресурсы Которые имеют компетенции Решить это Дешево и быстро Если для вас Это дорого и долго Надо перевести это В категорию Дешево и быстро То есть там На аутсорсинг Передать специалистам Грубо говоря Кстати для тайм-менеджмента Эта таблица Выглядит немножко по-другому Она выглядит Здесь важно Не важно Срочно Не срочно Вот И такая же классификация Всех ваших задач Метод мозгового штурма Все его любят Очень удобно Собраться Поболтать Но Суть в том Что мозговой штурм Это как бы Все собрались Что-то обсуждают И выдвигают Гипотезы Что могло привести К проблеме И как это решить Чтобы метод Метод мозгового штурма Как-то работал Не должно быть Никакой критики Если во время Этого собрания Будет критика Идей Люди начнут Бояться Выдавать идеи Потому что Никому не хочется Получить тонну критики Просто потому Что он что-то предположил Выглядеть Дураком В глазах коллег Вообще не очень приятно Поэтому Во время мозгового штурма Никакой критики Для критики Делаются отдельные совещания Когда вы уже Что-то подумали Начали проверять Какие-то гипотезы И критикуете Сначала про проблемы Потом мы идем дальше Про факторы Их вызывающие Да Но тут я еще не указал Мозговой штурм Вообще Когда вы собираетесь Он должен иметь Ограничение по времени Проводить мозговой штурм Два часа Невозможно Вы просто потратите время Будете сидеть там уже Выдавливать из себя Какие-то гипотезы Что могло послужить причиной И ничего не получите Следующий инструмент Диаграмма Парета Известно Часто как правило 80 на 20 Обычно я о нем Услышал еще в школе Когда нам рассказывали Там На уроках труда Что 80% полезной нагрузки Делается за 20% времени А потом начинается Какой-то тупняк Но тут Немножко про другое Вот Эта диаграмма Она призвана решить Вот эту проблему Которую я здесь указал Что психика хочет решать Наиболее простые проблемы Которые нам понятны Мы пришли В ворох проблем Мы таки берем Ага Это я сейчас быстро решу На самом деле В большинстве случаев Надо решать Наиболее значимые проблемы В первую очередь То есть те Которые создают Больше всего Дают наибольший эффект И для этого Чтобы понять Надо определить Проблему Изучить факторы И причины влияния Ну Я сказал проблемы Тут речь идет про факторы Но понятно что Если мы сравниваем проблемы Мы изучаем Проблемы Как они сказываются На выход готовой продукции Либо внутри одной проблемы Факторы изучаем Количественно оцениваем Вклад факторов в проблему То есть сколько теряем В процентах От общих потерь То есть если мы знаем Что у нас там Потери выражаются В миллионе рублей Допустим Мы считаем Сколько из-за данного фактора Мы теряем Ну если это возможно Стараемся оценить Сколько данный фактор Создает проблем у нас После этого Ну просто могут быть ситуации Когда невозможно Это сделать напрямую Тут надо будет Как-то Выкручиваться Из этой ситуации Зависит от Конкретной ситуации Мы ранжируем Создаем такую диаграммку По вкладу То есть сначала Столбиками Указываем Наиболее значимые Проблемы Они идут по убыванию И строим Вот такой график Накопленных Потерь До 100% Дальше мы проводим По правилу Парета Отсечку 80 Вот она где-то здесь Пересекает эту линию И значит Все что находится Вот в этой зоне Оно создает Наибольший вклад В наши потери Это мы решаем В первую очередь Здесь как раз Оказываются Наиболее значимые проблемы Не наиболее простые Наиболее значимые Когда мы вот это все решили Начинаем решать Группу B Хотя на самом деле Когда мы решили Проблемы группы A Надо заново сесть И вообще подумать А стоит ли решать Группу B Потому что может быть Для решения проблем Группы B Которые не очень значимы Потребуются Очень большие Какие-то Трудозатраты Вложения и так далее Может быть На фоне общего Эффективности предприятия Уже это будет Не так важно В данный момент Тут понятно Следующий метод Который касается Того Как менеджер Должен докапываться До производственного процесса Метод 5 почему На самом деле Абсолютно очевидная штука Но вот В терминологии Бережливого производства Любят Всякие такие Моменты Описывать Называть Какими-то Забавными названиями 5 почему Суть заключается в том Что Мы обычно Когда вы анализируете Проблему Недостаточно просто Спросить А почему возникла проблема Наверняка У причин этой проблемы Есть свои причины И этот метод Говорит о том Что Когда вы подходите К какой-то проблеме Вам нужно углубиться Внутрь Хотя бы на 5 этапов Ну если они физически Присутствуют у вас Углубляетесь на 5 этапов Потом От самой первой От выявленной проблемы Возвращаетесь Вопросами А как решить Эти проблемы Обратно Вот Почему 5 Ну вот По опыту Японских фирм Которые это вводили Это вот оказалось Некий такой Удобный консенсус Потому что Иначе можно до бесконечности Спрашивать А почему А почему И не переступить к решению Метод Вот когда вы пришли В какой-то цех Где есть проблема Которую вы знаете У вас есть чек-лист И вы можете На каждый этот вопрос Ответить Все Вы целостно Представили проблему Можете Вставать Решать эту проблему То есть В случае чего У вас есть Ответы на эти вопросы Если ответа На какой-то вопрос Нету То возможно Ваше решение Будет неоптимальным То есть Например Когда возникло И когда надо Исправить Вы не узнали Когда надо Исправить Вы Узнали Что у вас Есть проблема Какой бы пример Привести Например Процент брака Там 10% Это плохо Надо исправить Но Если Процесс исправления Займет Два месяца Например А у вас Потребитель ждет За эти два месяца Продукция То возможно Это не самое Подходящее время Возможно Стоит посмотреть Есть ли какое-то Окно Для того Чтобы внести Вот это Вот это Исправление То есть Например На заводе Nissan Там у них Расписан Производственный цикл И когда инженеру Нужно поставить Какое-то изменение На конвейер Изменить Какую-то деталь Он отправляет Запрос в Планово-экономический Отдел Точнее Даже не в Планово-экономический Это скорее всего Диспетчерский Такой отдел Управления Производством Который говорит Что Вот у нас Через Две недели На конвейере Будет какая-то Переналадка Конвейер остановится За это время Мы можем Изменить Там Нужную вам Оснастку Поставить это Изменение На конвейер Сейчас Типа Мы не будем Останавливать Ничего Потому что Извините То есть И суть в том Что Когда мы Ответили на эти Вопросы Мы можем Понять Когда мы Это будем Исправлять Если бы мы Тормознули Конвейер И начали Наносить Изменения Сразу Мы бы Привели К Задержке Поставок Так Ну понятно Метод 8D Опять Опять эти Названия Это некий Командно-ориентированный Метод решения Проблем Но он работает В тех случаях Когда есть Команда В которой Есть Ярко выраженная Специализация У сотрудников В этом случае Если возникает Проблема Нужно Фиксировать И количественно Описать Эту проблему Создать команду То есть Не Абы Кто решает А создается Команда Которая Занимается Изучением Проблемы Она описывает Изучает Данные Все Вводит Значит Создаёт план Того Как они будут Работать с этой Проблемой Потому что решение Может найтись Не сразу Иногда Для того Чтобы найти Решение Нужно составить План И проверить Какие-то Гипотезы Но Поскольку Проблема Уже есть Возможно Надо подумать О сдерживающих Действиях То есть Какие-то Меры Возможно Можно принять Прямо Сейчас То есть Например У вас Коррозия На изделии Появляется Решение Может быть Переналадка Покрасочной Линии Но Переналадка Занимает Время У вас Есть Какая-то Продукция Которую Вы Постоянно Отгружаете В этом Случае Возможно Как сдерживающие Меры Ну Просто Такой Абстрактный Пример Локальный Ремонт Лакокрасочного Покрытия Вы применяете Чтобы потребитель Получал Детали Без Коррозии С нормальным Лакокрасочным Если ремонт Качественный То это Вообще Не проблем Значит В планировании Мы должны Обязательно Выявить Корневую Причину То есть Не просто То что Проблема Покрасочная Линия Плохо Красит Ну Там Робот Работает Неправильно Мы его Перенастроим Может быть Причина В том Что В принципе Наладчик Этой Линии Не обладает Нужной Компетенцией Для того Чтобы Эту Работу Выполнять Может быть Есть Еще Какие-то Проблемы Может Быть Краска Не та То есть Робот Работает Не потому Что Плохо Работает В принципе А есть Какие-то Другие Корневые Причины Значит Разрабатываем Команды Это Разрабатывает Корректирующие Предупреждающие Меры Дает Оценку Результата И Предупреждающих Мер И Важный Пункт Который Многие Забывают Подводит Итоги Суть В том Что С точки Руководитель Предприятия Обязательно Должен Поощрить То есть Человек Должен Чувствовать Что Его Вклад Ценен Это Психологический Момент Труда Который Необходим Дальше Мы Переходим К методологии Кайдзен Которая Входит В Бережливое Производство Эта Методология Относится К Непосредственно Настройке Производственных Операций То есть До этого Мы Немножко С Тут Будет Немножко Про Технологию Производства Основная Цель Всей Методологии Это Скажем так Удовлетворить Потребителя То есть Это Главный Критерий Если Наша Оптимизация Делает Потребителя Более Частливым В конце Концов То есть Он Получает Более Качественную Продукцию Или По Меньшей Стоимости Это Хорошо Решаемая Задача Повышение Качества Продукции Снижение Цены Повышение Прибыли Повышение Мотивации Персонала И его Максимальное Использование Немотивированный Персонал У нас Плохо Работает Сохранение Конкурентоспособности На рынке Десятилетиями Рациональное Использование Ограниченных И дорогостоящих Ресурсов Это Задача Которая Предстоит Режить В этой Методологии У меня Тут есть Такая Табличка Которая Обычно Дает На сравнение Методологии Кайдзен На самом деле Методология Бережливого Производства С 80-х Годов Достаточно Сильно Проникла И в Западное Управление Производством И в Принципе У нас Много Транснациональных Компаний Поэтому Сейчас На предприятии Как-то Разделить Прийти Сказать Что у вас Тут все Работает По Кайдзену А у вас Все в Западном Стиле Зачастую Трудно То есть Когда Это все Начиналось Было Выявлено Несколько Ключевых Отличий То что Ориентация Методологии Кайдзен Это оптимизация Процесса В западном Стиле Ориентируемся Просто на Повышение Результата Грубо говоря Не важно Как это Достигнуто С точки Зерения Развития Кайдзен Постепенная Западный Стиль Выделяли Скачкообразное С моей точки Зерения Спорная Вещь Потому что Опять таки Я Честно говоря Такого Не замечал Чтобы В западных Компаниях Как-то Все это Скачкообразно Решалось Возможно Из-за того Что уже Это все Немножко Перемешалось Отношение К ресурсам Кайдзен Подразумевает Максимально Бережливое Расходование Ресурсов Изначально То есть Неважно Сколько У нас Запасов Мы Все Экономим Там Карандаши Не выкидываем Когда их Неудобно Держать А ставим В держалку Грубо говоря В западном Стиле Оптимизация По Необходимости То есть Если у нас Проблема Мы Оптимизируем Отношения В коллективе Взаимопомощь Обмен Знаниями Поддержка Западный Стиль Индивидуализм Конкуренция Между Личностями И подразделениями Ну Опять-таки Сейчас Это все Уже Достаточно Все Смешалось И тут Не разделить Но Вообще Это Такой Немножко Восточный Стиль Любая Менее Богатая На ресурсы Экономическая Система Вообще Приводит к тому Что Людям Чтобы Эффективно Что-то Делать Надо Больше Ориентироваться На Командную Работу Взаимопомощь И так Далее Вот Ну Есть Такой Нюансик Во многих Сферах Экономики Истории Это Видно И так Далее Руководство Лидер В Кайдзене Это Всегда Кто-то Наделенный Авторитетом И Опытом По Западному Стилю Это Начальник Наделенный То есть Грубо говоря Если Компания Работает В методологии Кайдзен Ладно Начнем С западного Стилю Компания Работает По Этому Западному Стилю Начальника Уволили Поставили Из Группы Другого Начальника Все Надо Соблюдать Строгую Дисциплину Подчиняемся Этому Человеку В методологии Кайдзен Такая ситуация Может не Презойти В принципе Потому что Как можно Уволить Опытного Авторитетного Человека Никак Кого поставить Вместо него Другого Человека Но Пользуется ли Он Авторитетом В коллективе Будут ли Его слушать Так Тут Возникают Вопросы И Лидер Обязательно Должен Быть Таким Авторитетным И опытным Человеком И Подчинение Ему Эта Иерархия Строится На том Что У лидера Есть Присущее Ему Уважение Со стороны Других Участников Просто Априори Не потому Что он назначен А потому Что это Такой Человек И его Надо Слушать Благоприятная Среда Для Применения Медленный Рост Экономики При Нехватке Ресурсов Медленный Рост Экономики При Нехватке Ресурсов Это В общем-то Ситуация Японии Когда Это Все Вводилось Ну Тут Понятно Экономический Бум Ресурсы В избытке Ну Понятно Западный Стиль Западная Цивилизация Европа С кучей Колоний Ресурсов Много Можно Не экономить Дальше Методология Кайдзе Так Что у нас 12 минут Осталось Принципы Ну Скажем так Методики Которые Применяются Первый метод Это Система Подачи Рациональных Предложений Каждый Работник Обязан Думать О том Как улучшить Своё производство То есть Не отдельный Человек Который Там Занимается Производством Технолог Технолог Тоже думал Должен Улучшать Но И работник Должен Думать Как улучшить Для этого Каждый Работник Должен Выдавать Индивидуальные Предложения По улучшению И Периодически Должны Проводиться Кружки Качества В Ниссане Когда я работал В конце года Каждый год Работа Инженерного КБ Останавливается На Примерно Неделю Тормозятся Все инженерные Проекты И Все сотрудники Эту неделю Должны потратить На Оптимизацию Стоимости Предыдущих Решений Если Ну повезет Если человек Работает Над тем Уже работал Над тем решением Которое Как бы Оптимизирует Если Твое решение Как бы С этим не связана Твоя работа То тебя Выдергивают На неделю И пожалуйста Оптимизируй То есть я В Ниссане Занимался Динамикой Автомобиля Делал Математическую Модель Для улучшения Характеристик Управляемости Меня тормознули Сказали Давай Может быть Ты сейчас Свежим взглядом Увидишь что-то Где мы можем Сэкономить Вот Ну Мое предложение Было Немножко Изменить Уплотнение В амортизаторах Так Это я Поторопился Каждое Рациональное Предложение Рассматривается С точки зрения Выполненных Задач Соответствует Технике Безопасности Обязательно То есть Любое Рациональное Предложение Должно Быть Безопасным И в принципе Новизны Может быть Вы это Уже Применяли И дальше Действие Может быть Либо Внедрить Либо Отправить На доработку Либо Отклонить И Важный Момент Обязательное Поощрение Всех Участников В разной Степени Даже Если Ваше Рациональное Предложение Отклонено Это не значит Что Оно Плохое В принципе Или Что Вы Некомпетентный Человек Это просто Значит Что На данном Этапе Производства Это Предложение Не Скажем Так Не приводит К Значиму Выигрышу Либо Ведет К каким-то Сопутствующим Затратам Но Вы Как минимум Работали Вы Проявили Креатив Какой-то Свой Вы должны Быть Поощрены За это Это реально Важный Момент Без Психологии Нам Никак Следующий Метод Это Рациональная Организация Рабочих Мест Метод 5С Сортировка Соблюдение Порядка Содержание В чистоте Стандартизация И совершенствование Сортировка Пришли На рабочее Место Смотрим Вот это У нас Тут лежит Это нам Нужно Нужно Тогда Остается Это Не нужно Тогда Мы Либо Это Выкидываем Либо Отправляем В карантин То есть Выкидываем Если это Какие-то Воспомогательные Материалы Уже Использованные Которые У вас Лежат Что они Лежат Непонятно Выкинуть Если это Какая-то Оснастка То ее Просто Так Выкинуть Не надо Но Она Вам Сейчас Не нужна Мы Отправляем В карантин Карантин Это Какое-то Отдельное Помещение Где Оснастка Которая Может Пригодиться В будущем Сейчас Не используется Если Оснастку Нельзя Туда Переместить Например Это Здоровенный Какой-то Штамп Который Туда Не Влазит Его Надо Промеркировать И Как бы Ну Как-то Оградить Короче Чтобы Он Не Мешался Сделать И Чтобы Никто На Не Отвлекался Вообще Правила Хорошего Тона Например У нас На Производстве Оснастка Которая Не Используется Там Какие-то Матрицы Обязательно Они Упаковываются Просто Даже Если Его Не Перемещают Она Просто Стоит И Хотя Бы Просто Накрыть Ее Чтобы На Нее Пыль Не Оседала Соблюдение Порядка На Рабочем Месте Мы Стараемся Загруппировать Все По Частоте Использования Если Мы Часто Берем Какой-то Инструмент Этот Инструмент Должен Б Б Б Б Б Б Б Потому Что Часто Хватание Его Рукой Приводит К Затратам Времени Это Движение Если У вас Инструмент Здесь Это Хорошо Если Надо Пройти Конец Комнаты Это Плохо Вы Будете Часто Ходить Туда Помогает Также Все Это Рассортировать И Понять Где Что Лежит Как Все Раскидать Некая Идентификация Может Производиться Маркировка Краской То Инструмент Который Нужно Положить Вернуть На Должен Быть Промаркирован Чтобы Вы Потом Когда Закончили Ваши Операции Вы Знали Куда Его Вернуть Метод Дорожных Знаков Ну Это Понятно Все Вспомогательные Таблички Указатели И так Далее И Оконтуливание Классный Метод Прикольный Когда У вас Есть Инструментальная Доска Там Висят Ключи Бывает Удобно Просто Обвести Контур Вы Берете В руку Ключ Копочки Ключ Ушел Куда Сразу Понятно Ну Просто Реально Удобно Работать Мы Используем У себя На Производстве Содержание В чистоте Уборка В начале Дня Уборка В конце Дня Не Буду Зачитывать Все Японские Наименования Но Тем Не Мене Они Есть Стандартизация Понятно То Что Мы Стандартизируем Все Что Можно Чтобы Удобно Было С И В случае Чего Придет Новый Работник Он Может Прочитать Этот Стандарт На Ваше Место Все Как бы Удобно Передавать Знания И Постоянное Совершенствование Это Вот В методологии Бережливого Производства Подразумевается То Что Все Сотрудники Постоянно Что-то Думают Как бы Им Что-то Улучшить Для Того Чтобы Улучшать Если Вы До Этого Что-то Улучшили Надо То Если Никто Не Узнал О Вашем Улучшении Только Экономический Плановый Отдел Другие Коллеги На Вас Смотрят Думают Чем Он Занимается Как Это Мне Поможет Я Не Знаю Ну И Выделение Выгоды От 5S Стимулирует Японцы Всегда К тому Чтобы Все Работали Всесторонний Уход За Оборудованием Total Productive Maintenance Значит Этот Принцип Включает В себя Профилактическое Обслуживание Всеобщий Контроль Качества Вовлеченность Всего Персонала Вот Но Многие Эти Аспекты Они В общем-то В институте Изучаются С точки Зрения Периодичности Тех Обслуживания Там Оборудования И так Далее Тут Я хочу Уделить Внимание На то Что Часть Функции Передается Операторам Станков То есть Не то Что У вас Есть Один Человек Который Обслуживает Станок Какие-то Простые Операции Которые Оператор Может Делать Сам Он Должен Делать Восемь Таких Столбов Данного Метода Это Принцип Автономного Обслуживания Плановое Обслуживание Контроль Запуска Кстати Контроль Запуска Имеется Ввиду Что Вообще Оборудование Которое Вы Используете Когда Вы Банально Пришли И включаете Если Станок Проводит Самодиагностику В начале Запуска Это Очень Хорошо Потому Что Вы Понимаете А можно Начинать Работу Или Нет На самом Деле Важный Момент Потому Что В высокоточном Производстве Вот У нас В цехах У меня На работе Мы Ловили Такие Моменты Что Работа По Высоким Квалитетам Невозможна Пока У вас Станок Не Прогрелся То Металлообрабатывающие Станки Появляются Тепловые Зазоры И он Не Так Точно Попадает По Программе В Свои Квалитеты Тем Более Если У вас Случайно Ночью Отключилось Отопление Вы Приходите В Холодный Цех Там Все Оборудование Будет Работать По Другому Обучение Сотрудников Должно Постоянно Происходить Управление Качеством То То Что Мы До Обсуждали Вы Должны Контролировать Качество Применять Методы Улучшения Непрерывно Применять Безопасность Жизнедеятельности То Вы Должны Все Так Думать О том Чтобы У вас Операторы Станков Не Самозарезались В Станке Ну И Применять Эти методы В том Числе В Офисе Везде Где Можно Там Применяем База Для Внедрения Метода Всестороннего Кода Это Командная Работа Анализы Прогнозирования И Метод 5С На рабочем Месте То есть Это Сортировка Уборка Стандартизация И остальные Методы Всесторонний Уход За Оборудованием Этапа Внедрения Когда мы Внедряем Любую Методику То есть Как-то Меняем Обязанности Сотрудников Обязательно Выбираем Сначала Пилотный Участок Приводим Его В рабочее Состояние Проверяем Общую Эффективность Чтобы Понять Какая наша База Для улучшения После этого Вводим Вот эти Методы По ликвидации Потерь Ну Имеется Ввиду С точки зрения Ухода За оборудованием Разрабатываем Методику Планового Обслуживания И После этого Смотрим Что у нас Получилось Компании Которые Уже Внедряли Это Могут Сразу Начинать С наиболее Значимых Участков То есть Которые Исходя С диаграммы Парета Где мы строили Накопленную Ошибку Выбрали Участки Которые Наиболее Значимы Которые Нужно Оптимизировать На них Попробовали Неопытные Компании Должны Начинать С простых Участков Которые В случае Если у вас Не получилось Оптимизировать Вы выбрали Какую-то Не ту Стратегию Не так Не так Задали Более Станок Которые Не требуют Соответственно Если мы внутренние Сможем Перенести Во внешние Хорошо Если не сможем Ну что ж Поделать Дальше Проводим Непосредственно Оптимизацию Конкретных Операций То есть Когда мы Не можем Их дальше Дробить И следовать Мы их Оптимизируем Тестируем Улучшения И вносим Это в стандарт Системные Эффекты Для предприятия Быстрая Переналадка Приводит К тому Что мы Можем Расширить Ассортимент Возможность Выполнить Большее Число Заказов Сокращение Запасов Незавершенного Производства Ну потому Что если у нас Переналадка Требует Много Времени Нам Иногда Нужно Создать Большой Запас Который Будет Храниться Чтобы Пока У нас Стоит Оборудование Этот Запас Потихоньку Уходил Дальше В производство Чтобы Там Дальше Не ждали Но Это Приводит К тому Что Этот Запас Он Должен Где-то Лежать И Это Связано С Излишними Запасами То есть Все Эти Концепции Метода Они На самом Деле Все С друг Другом Очень Плотно Переплетены Одно Тянет Другое Дальше Принцип Канбан Точно В срок Использование Бирок Заявок Сопровождающих Движение Продукции И И Использование Бланков Заявок Идущих Против Хода Что Тут Имеется Ввиду Имеется Ввиду То Что Каждая Деталь Которая Движется По Производству Должна Иметь С собой Некий Документ Который Говорит Куда И В каком Количестве Дальше Надо Перемещать То есть Есть Какой-то Лоток Там Должно Лежать 20 Деталей Есть Бланк На котором Указано 20 Деталей Таких Идут Туда То Соответственно Человек Который Занимается Транспортировкой Должен Отнести Детали На Следующий На Следующий Технологический Участок Он Приходит Посмотрел Бланк Взял То Что Нужно Понес Параллельно Он Может Оставить Если Представить Полку Он С полки Что-то Взял С этим Бланком Пошел Дальше Чтобы Там На Следующей Технологической Операции Сделали Свою Отметку Что Операция Выполнена Дальше Идет Туда Оставил Здесь Условно Заявку Заявка Лежит На Полке В заявке Написано Сюда Надо Положить Столько Деталей Потому Что Я Столько Забрал Я Так Немножко Укрупненно Соответственно Приходит Человек С Производства На Предыдущем Технологическом Участке Берет Заявку Смотрит Ага Делаем 20 Деталей Используем Быструю Переналадку Запустил 20 Деталей Поставил На Полку Это Количество Которые Должно Лежать Реально На Полке Связано С Минимально Необходимым Запасом Вот На Современном Производстве Естественно Это Может Происходить В Электронном Формате То есть Это Не Обязательно Какие-то Бумажки Должны Это Может Быть Штрих Код Клеится На Лоток На Деталь Приходит Человек Со Сканером Так Пик У него Информация Чего Куда Как Пустое Место На Складе Появилось Либо Автоматически Заявка Отправилась На Производство Либо Человек Пришел Тоже Увидел Пикнул Сканером По Штрих Коду Ему Там Пришла Информация Сколько Чего Туда Доставить Нужно Либо Наоборот Пришла Заявка Условно Говоря От Потребителя Продукции Что Нам Нужно Столько Такой Комплектации Товара Так Все Это Через Штрих Кода Электронно Может Передаваться Ну И тут Просто Отдельно Выделил Так Назоваемый Инструмент Планирования Канбан Доска С ней Многие Сталкивались Не все Знают Что Так Называется Это Просто Дополнительный Инструмент Который Помогает Организовать Эту Работу По Факту Это Просто Доска На Которой Есть Колонка Выполнить В Процесс И он Позволяет Неплохо Визуализировать Вообще Что Происходит Сколько Задач Решено Что Предстоит Решить Что В работе То есть Дает Некое Хорошее Представление О процессе При этом С минимальными Усилиями Это Я советую Каждой команде Попробовать У себя Внедрить Кстати Есть Много Электронных Систем Которые Позволяют Это Делать И Можно По Телефону Смотреть Принцип Дзидока Обеспечение Автоматизированного Функционирования Предприятия За счет Использования Автоматизированного Оборудования Определяющего Проблемы При минимальном Участии Человека Это нужно Для того Чтобы оператор ЧПУ станка Не смотрел Постоянно А не сломалась У меня там Фреза При обработке Чтобы остановить Станок А чтобы он мог Пойти заняться С лесаркой Подготовить инструмент Под следующую Операцию Если У станка Ломается Фреза Станок По датчикам Нагрузки Понимая Что что то Изменилось Обработка Идет не так Как задано Прогламы Останавливаем Станок Главный Принцип Тут Не принимать С предыдущего Участка Брак в работу Потому что Смысл Бракованной Детали Обрабатывать То есть Надо понять Брак или нет Не делать Брак И не передавать Брак Далее То есть Суть в чем Суть в том Что Если у нас Есть некий Конвейер На какой Участке Появился Брак Не стесняемся Останавливаем Все Чтобы брак Не шел В следующей Операции Смысла нет Обрабатывать Дальше Бракованные Детали Вам все равно Придется Остановить Конвейер И переналадить Его Зачем Тогда Тупить Инструмент Тратить Дополнительное Рабочее Время На дальнейших Операциях То есть Думаю Понятно Принцип Андон Метод Визуализации И подачи Сигналов В производстве На оборудование Кто На производствах Был У кого Тут Станки Есть Видели Наверняка На многих Станках Стоит Такая Стойка С Светофором Сверху Светофор Показывает Статус Станка Работает Он Не Работает То есть Там Обычно Есть Зеленый Желтый Красный Синий Зеленый Это значит Что Станок Хорошо Работает Принципиально Ничего Не Случилось Красный Означает Что Станок Диагностировал У себя Проблему Какую Ты Остановил Производство Синий Это значит То что Он просто Стоит Как бы Он готов К работе Но Простаивает Это все Нужно Для того Чтобы Можно было Удобно Контролировать Производство В цеху Чтобы Сотрудник Который Опять таки Пошел На склад Издалека Хорошо Видел Что у него На станках Происходит Чтобы Мастер участка Хорошо Видел Что у него Происходит На станках Тут Важный Момент То что Эти все Штуки Они должны Быть Хорошо Видны Человеку С его Базового Рабочего Места То есть Если Мастер Участка Работает На участке То Эта Индикация Должна Быть У него Перед Глазами Либо Выведена Не обязательно Это должна Быть Стойка Станка Может Быть Она Выведена Ему На панель Управления Какую-то Либо Он Расположен В цеху На Условном Пандусе И сверху Видит все Станки И видит Их Индикатор Но Если У мастера Участка Есть Панель Индикацией Это не отменяет Того Что на станках Тоже Должна Быть Цветовая Индикация Чтобы Когда Мастер Участка Выйдет Чтобы Он Не вспоминал К какому Станку Ему Идти Чтобы Рабочий Видел Что это На его Станке Какая-то Проблема Если Он Отошел Там Пообедать Вот На самом Деле Казалось бы Вроде Мелочь А на Крупных Производствах Это Может Быть Проблемой Потому Что У нас На Заводе Заходишь И там Длиннющий Цех И ряд Станков Стоит И Что Там Где У кого Если Нет Световой Индикации Вообще Непонятно Какой Станок Работает Какой Не Работает Ну Я думаю Вы тут В Тольятти Кто На Автоваз Ездил С какими Там Не знаю Экскурсиями Что-нибудь Есть У вас Такое Там Еще Больше Вот Эти Длиннющие Цеха Наверняка Есть Со Станками Принцип Поко Йоко Это Принцип Скажем Так Описание Технологических Операций С Целью С целью Внедрения Метода Нулевой Ошибки Иногда Его Называют Защита От Дурака И Защита От Непредвиденной Ошибки Опять Опечатки У меня Тут В Тексте Суть В том Что Нужно Понять Как И Почему Совершается Ошибка Какие Обстоятельства Ведут К ошибке Носят Ли Случайный Характер Или Появляются Систематически Как Много Людей Совершают Эту Ошибку Исходя Из этого Можно Скажем Так Придумать Меры Которые Решают И Предотвращают Эту Ошибку Меры Имеются Ввиду Технологические То есть Некие Жесткие Мероприятия Которые Например Ну Жесткие Мероприятия Относятся Геометрически Замкнутые Формы Какие-то Детали Которые Идут На сборку И так Далее Точные Размеры Одинаковые Материалы Проверка Процесса И отключения То есть Если у вас Ну Пару примеров Приведу Если У вас На каком-то Этапе Выявлено Отклонение То Процесс Надо Остановить Принцип Одинакового Материала Имеется Ввиду Что По-хорошему Если у вас Крупное Поточное Производство То Рабочей На участке У него Не должно Быть Пять Похожих Деталей Из разного Материала Которые Надо Как-то Там Собрать Рано Или Поздно Он Поставит Не ту Деталь Не в То Место Грубо Говоря Если вы Используете В конструкции Рабочий Закручивает Ставит Десять Каких-то Осей С Штифтами Или Болтами Одна Ось Из Алюминия Авиационного ВТ В95 Другой Литьевой Алюминий Используется Ну Понятное Дело Что У В95 Характеристики Другие Чем У Литьевого Если Он Случайно Перепутает Алюминий От Алюминия Честно Говоря На вид Тяжело Отличить Это Сталь От Алюминия Понятно Будет Ошибка Соответственно Надо Техпроцесс Спланировать Так Чтобы Этого Не Происходило То же Самое С Размерами Мягкие Мероприятия Это Окраска Разными Цветами Различные Конфигурации Или Последности Монтажа То есть Опять-таки Раскидываем Техпроцесс Так Чтобы Конкретный Работник Работал С конкретным Количеством Болтов Всякие Указания Сигналы Там Все что угодно На самом деле Эти списки Можно продолжать Дальше То есть Условно Говоря Пример Такой Защиты От Дурака Если Рабочий Должен На Конкретной Операции Вот здесь Закрутить Три Или в разной Упаковке Не в одной Куче Чтобы он думал Так А вот этот Болт Сюда А вот этот Сюда Или наоборот А чтобы У него Пакетик Здесь Три болта Лежит А здесь Под другой Руку Пять Болтов Ну Всякие Такие Моменты Защита От Дурака С точки Зрения Там Например Безопасности Жизнедеятельности Это То что Станок Например Не начнет Работать Пока Не закрыта Дверь Отделяющая Рабочую Зону От Оператора То есть ЧПУ Станки Так Делают На Прессовом Оборудовании Пресс Начинает Работать Когда Нажаты Две Кнопочки В разных Сторонах Это Нужно Для Того Чтобы Мастер Точно Там Одну Руку Не Оставил То есть Он Берет И Двумя Руками Нажал Ну Какие Такие Моменты Все Вот Ну Спасибо За Внимание Я Достаточно Так Галопом По Европе Пробежался По всем Этим Методам Какие То Вопросы Появились Сейчас Или Нет Или Уже Все Заснули На самом Деле Смотрите Я Вот Видел Кто-то Что-то Записывал Кто-то Что-то Фотографировал Ничего Страшного Если Вы Перегрузились Главное Чтобы У вас В голове Остались Вот Эти Названия И Хотя Бо Примерное Понимание Чтобы Следующий Раз Когда судья Спросит Применяете Либо Метод 5С Чтобы Вы Не Просто Вспали В ступор Что за 5С А чтобы Так Поняли Это Что-то Из Бережливого Производства Чтобы Вы Либо Смогли Быстро Что-то Посмотреть Либо Что-то Сказать Что Это Метод Бережливого Производства Да Мы Применяем Как-то Выкрутились Из ситуации Плюс Когда Вы Вы Выпуститесь Из университета Это однозначно Вам поможет На работе Если Вы Будете В Производстве Работать Ну Могу Сказать Что Мне В университете Многие Из этих Методов Они Давались В таком Немножко Я бы Сказал Ну Как Сказать В Отрыве От Всей Концепции Бережливого Производства То есть Я не знал Что это Некая Концепция Что это Так Называется Но Они Как-то Давались И До тех пор Пока Не попал На работу На реальный Завод Ну Как-то Это Забывалось Потихонечку Казалось Чем-то Таким Ненужным Очевидным А когда Попал На производство Оказалось Что Многие Из этих Вещей Они Реально Нужны Они Реально Помогают И Когда Ты Видишь Как Рабочие Косячат Как Как Там Ошибки Возникают Производство Тормозится Понимаешь Ага Это Все Все Нужно Надо Об этом Думать И иметь В голове У себя Так Ну что Я чуть-чуть Задержался На 10 минут Давайте Перерыв 10 минут Наверное Да Вот И будем Возвращаться К следующей лекции